Добрый вечер! Это суть недели. Сегодня в программе. На смерть Лужкова. Парижский саммит в нормандском формате. И День прав человека в президентском формате. На минувшую неделю ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Бывший мэр Москвы был фигурой неоднозначной, но все сходятся в одном. Он был ярким, необычным и обаятельным человеком. Вот сейчас мы поговорим о нем с Сергеем Борисовичем Станкевичем. Он работал с Лужковым и хорошо его знал. Как вы работали с Юрием Михайловичем? Как вообще ты его оцениваешь как человека в первую очередь? Потому что много сейчас сказано о его роли, что он сделал в Москве, что он сделал в России. А чисто человеческий аспект. Вот хотелось бы тебя услышать, если можно. Мне довелось с ним быть с самого начала. Собственно, мы его выбрали вместе с Гаврилом Харитоновичем Поповым. Это первым председателем Моссовета и первым мэром. Мы с ним были соратниками. И возглавив Моссовет в 90-м году, мы столкнулись с поразительной ситуацией. Огромный мегаполис, более чем 9-ти миллионный в тот момент. Все было государственное, все было советское. От хлебозаводов до прачечных, ресторанов и магазинов. Все это снабжалось государством, крутилось благодаря государству. И все это вдруг остановилось. Остановилось, потому что государство советское перестало работать. А город хочет жить каждый день. Горожане хотят есть, хотят, чтобы горел свет, текла вода, чтобы работал транспорт. И все это нужно обеспечивать, причем обеспечивать уже в совершенно новых условиях. Вот в этот момент, конечно, был такой некоторый кризис, паралич и ужас. И нужен был человек из старой хозяйственной команды, которая взвалит на себя этот груз тяжелейшего перехода и обеспечит выживаемость города. Вот на нем, собственно, и остановился наш выбор по многим причинам. Он был открыт к новому. Я уже говорю о его человеческих качествах. Он, несмотря на всю такую хозяйственную, основательную консервативность, был готов работать по-новому и с предельной самоотдачей это делать. С творчеством, с выдумкой. Беседы с новыми людьми совершенно для него тогда непривычными. Вот провели мы его назначение через Моссовет. Причем вместе с его командой он поставил такое условие. Я берусь, если команду не вы мне дадите, собрав из своих каких-то революционеров, а если я сам назову список, и вы нас списком утвердите. И мы пошли на эти условия и списком утвердили его команду. И эти люди совершенно тогда героически вытащили город в эти самые кризисные годы. Вот с 1990-го где-то по 1993-й. Так что в этом смысле Юрию Михайловичу светлая память. Конечно, потом он постепенно стынулся другим человеком. На Москву хлынул поток налоговых миллиардов рублевых. Москва закачалась на этом приливе денежном огромном. Конечно, все руководители города обросли такими кланами, осваивавшими эти миллиарды. И это была уже другая история. И это уже были изменившиеся во многом люди. Москва становилась таким удельным княжеством, государством в государстве постепенно. И какое-то время, в вторую половину 90-х годов, это все принималось и терпелось. А в 2000-е годы наличие такого государства в государстве во главе с таким князем Юрием Долгоруким и боярством вокруг него. Уже Кремль это перестал терпеть в нулевые годы. И Лужков был вынужден уйти. Но ему вслед и тогда, и сегодня говорится много несправедливого. А я хочу сказать, что человек это был невероятно энергичный, абсолютно искренний. Вот что я ценю в людях, это искренность. Не то, что он говорит что-то под влиянием момента, чтобы понравиться и что-то выгадать. А завтра будет говорить все прямо противоположное. Нет, он был человек искренний, верящий в то, что он говорит и делает, убежденный. И у него был определенный такой кодекс порядочности мужской, которому он никогда не изменял. Есть, конечно, много критики в адрес его таких поздних лет правления. Пусть эти критики пока помолчат, а в будущем высказываются не стесняясь уже. А сегодня мы помним самое хорошее. Это был замечательный и мэр, и человек, и светлая ему память. В Париже возобновил свою работу квартет лидеров стран-участник нормандского формата. Россия, Украина, Франция и Германия. Об этом в продолжении интервью с Сергеем Станкевичем. Что скажешь по итогам? Уже тоже много сказано и написано, но я знаю, что у тебя свой взгляд на эти вещи. Хотелось бы от тебя услышать. Посмотрим, что же, собственно, произошло. Почему для России это имеет такое важное значение? И что дает нам надежду, что мир в наших отношениях с Украиной и на самой Украине все-таки наступит. Вот как до сих пор выглядела ситуация до этой встречи в Париже. Можно было говорить, что Украина при Порошенко не собирается исполнять эти самые минские соглашения. Почему? Но вы же их подписали, Петр Алексеевич, говорили предыдущему президенту. Да, говорил Петр Алексеевич, но это была уступка под давлением. Вот меня вызвали тогда в Минске, на меня оказывали давление, силовое давление. А есть такой принцип, правие вообще, в международном в частности, что если ты пошел на какие-то условия под давлением, которые на тебя оказывали, то как бы это обязательство не считается таким непременно уж обязательным. Вот на это пытался ссылаться не Петр Алексеевич и весь его режим Порошенко. И поэтому Минские соглашения и весь Минский мирный процесс был в некотором тупике. Появляется теперь новый президент Украины Зеленский. И вот было очень важно, чтобы он сказал, да, Минские соглашения безальтернативны, да, мы будем их исполнять. Под этим подписался, уже не будучи под давлением. Сергей Борисович, извини, остановлю на минутку. Как не зашло. Я хочу тебя прервать, чтобы потом вопрос не ушел. Мне кажется, что был момент, в котором Зеленский все-таки хочет отступить от Минских соглашений. Это момент об очередности действий. Перекрывать сначала границу, а потом проводить выборы. Либо, как записано в Минских соглашениях, сначала выборы, потом граница уходит под контроль Украины. Здесь он, по-моему, не согласен с Минском. Вот здесь мы сейчас говорим на языке права. В чем особенность? Минские соглашения – это пакетное соглашение. Вот все мирные урегулирования, как конфликтолог говорю, вот когда есть острый, застарелый конфликт, выход из него всегда в пакетном соглашении. Одна сторона идет на какие-то уступки вот в этом отношении, другая сторона на уступки в этом отношении. Все это увязывается в пакет, который нельзя развязывать. Только развязать пакет и начать что-то ревизовать, и все посыпалось. Вот Минские соглашения – это типичный случай пакетного соглашения. Главное, что он присягнул на верность в Париже всему пакету. И это все видели, слышали, и это зафиксировано. Если он после этой присяги публичной выходит и на вопросы журналистов, отвечая, начинает что-то говорить, одним ответил одно, другим другое, это уже правовой позиции не меняет. Все равно он в целом принял Минские соглашения только что от имени государства. А дальше он начинает комментировать какие-то свои частные сомнения, не меняющие сути дела. Вот это очень важно. Теперь у нас Минские соглашения – это инструмент для реального миротворчества последующего. Действительно остались разногласия. Разногласия, главное ты только что указал, это очередность событий. Сначала выборы, потом передача контроля над границей, или, дескать, наоборот. Там еще были разногласия. Он еще хочет, например, урезать амнистию. Не хочет всем давать амнистию, участникам событий с 2014 по 2019 год, а только якобы тем, кто не принимал участие в военных действиях. Так их что амнистировать? Им амнистия не нужна. Это просто пример того, что вот эти последующие такие комментарии частные, на бегу, журналистам, на ходу, они не меняют суть и дело. И самое главное, действительно, нужно провести выборы. Вот ключ к любому конфликту, к любому миротворчеству после конфликта – это всегда первые выборы. Тоже говорю, как конфликтолог и миротворец. Поэтому выборы должны состояться как можно скорее на вот этих самых территориях, не подконтрольных Киеву. Почему выборы важны? Потому что выборы создают вторую легитимную сторону для переговоров. Вот сейчас они утверждают, опять-таки Порошенко об этом говорил, Зеленский отчасти. А с кем там, собственно, разговаривают? Ну вот я сегодня говорю с одними, завтра я буду говорить с кем, кто жил на территории Донецкой области, потом уехал в Киев. Для меня это тоже представитель Донбасса. Потом я еще кого-нибудь выберу как представителя Донбасса. Вот чтобы от этого уйти, нужно как можно быстрее провести там выборы, сразу же появляется вторая сторона в диалоге внутриукраинском. И можно все остальные вопросы, все остальные, не менее важные, уже в этом диалоге решать. Поэтому правильно настаивать, выборы сейчас, немедленно. Они говорят, что выборы не можем, дескать, делать, пока граница не закрыта. Но вот на эту тему надо с ними повеседовать. Тут есть разные варианты, я сейчас не буду даже спекулировать как. Понятно, что контроль над границей государства Украины будет передан после выборов. Но вот как там немножко где-то с этим поиграть, дипломаты наши отработают. Там есть опытные специалисты. Самое главное, процесс, который три года находился в полном тупике, Минский мирный процесс возобновлен. Формат нормандский, вот эти четыре государства, который не имел никакого смысла три года, опять обрел смысл и жизнь. И с этим совсем профессионалом можно работать. А мы пожелаем им дальнейших успехов. Я солидарен с тобой полностью в том, что от всей души желаю нашим странам забыть этот страшный период в наших взаимоотношениях, стать все-таки, пусть пока не братскими, но добрыми соседями, добрососедскими державами, которые держава по-украински просто государства. Мы не признаем Украину великой державой, чтобы всем было понятно. Это просто государство. У них даже ГАИ называется, ДАИ, державная автомобильная инспекция. Так что дай Бог, чтобы все это в конце концов урегулировалось, и чтобы мы могли спокойно ездить в Киев, в гости, к друзьям, к родственникам и так далее. Спасибо тебе, Сергей Борисович, за такую точную и емкую оценку этих событий. Спасибо, Сергей Борисович, и до встречи. Счастливо, до свидания. Совсем немного рекламы, и мы быстро вернемся в студию. На минувшей неделе президент страны, Владимир Владимирович Путин, провел заседание Совета по правам человека, приурочив его, собственно, к Дню прав человека. Поэтому сегодня мой гость, Сырья Харисовна Собурская, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. Права человека, такой вопрос, с одной стороны, очень актуальный сегодня у нас в стране, с другой стороны, очень сложный. Я вот так полагаю, что вы ежедневно сталкиваетесь с огромным количеством людей, которые приходят к вам за помощью. Что входит в сферу ваших профессиональных интересов? Практически все, что сегодня четко прописано в Конституции Российской Федерации и в Конституции Республики Татарстан. То есть это то, что сегодня данными основнополагающими документами наше государство обозначены права. И если гражданин обращается по этим вопросам, что где-то не реализуется его право на охрану здоровья, на жилища или на безопасность жизнедеятельности, то, конечно, мы сразу же... Избирательное право. Избирательное, конечно. В этой части мы тоже очень активно работаем, особенно в период избирательной кампании. То есть вот есть право, как оно реализуется, есть ли какие-то нарушения. Но и исходя из этого, все те федеральные, республиканские нормативные акты, которые принимаются в части реализации данных прав, прописанных этими документами, мы, конечно же, рассматриваем. Ну а вообще я работаю с нашим республиканским законом об уполномоченном по правам человека, который принят Государственным Советом Республики Торстан в 2000 году. И на следующий год наш институт будет отмечать, это в мае месяц, 20-летие организации нашего института. Мы практически в Российской Федерации вошли в десятку регионов, где данный институт был учрежден. И в течение этих лет в соответствии с законом, где четко прописаны мои обязанности и задачи, которые я должна выполнять, это рассмотрение, жалоб рассмотрения, обращение граждан на возможность нарушенных прав и восстановление прав, это правовое просвещение граждан, это вопросы, касающиеся международного сотрудничества, участия, защиты прав человека. Потому что вы же понимаете, что достаточно много очень серьезных и международных документов, рацифицированных Российской Федерацией, ну это прежде всего Декларация о правах человека, которую также мы смотрим. И поэтому, исходя из этих норм, мы рассматриваем те обращения, которые к нам приходят, ну и когда сами граждане приходят со своими вопросами. Много обращений, много жалоб, много просьб о помощи, значит, соответственно, у вас должен быть какой-то правовой рычаг для решения этих вопросов. Как в Республике Татарстан реагируют на запросы уполномоченного права человека? Ну, во-первых, это и прописано, опять-таки я вернусь к своему закону, где написано, что если уполномоченный имеет право взаимодействовать и направлять свои обращения, свои письма, обращения в связи с жалобами, если может быть, даже может человек и не обратиться, но я увижу в средствах массовой информации, массовое нарушение прав человека, на мои запросы, то, соответственно, законам обязаны направлять ответы. А на практике? Так оно и есть на практике. Еще ни одно ведомство, есть федеральные структуры на территории Республики Татарстан, здесь несколько сложнее, потому что наш закон как бы не распространяется, но у нас заключены соглашения со всеми федеральными ведомствами, имеющими представительство на территории Республики. Совершенно верно, да. Но особенно с правоохранительными органами, потому что достаточно много обращений, касающихся уголовного судопроизводства. Поэтому в рамках вот этих заключенных договоров, соглашения, мы также взаимодействуем, обвинемся информацией о нарушенных правах. Кроме того, если я делаю запросы или направляю письма граждан со своим ходатайством для рассмотрения, или, может быть, даже излагаю свою позицию по данным вопросам, то не было еще такого, чтобы мне никто не отвечал. Я должна сказать, что есть вещи, когда, или есть вопросы, которые, это уровень решения вопроса президента, или правительства, или депутатов Государственного совета. И вот порой я просто обобщаю определенные обращения, по виду, да, по виду, и пишу с просьбой обратить внимание, или внести какие-то предложения, или конкретно прошу оказать помощь и содействие в решение вот назревшейся, назревшей проблемы. Это один момент. Второе, конечно, ну, мы проводим вот проверки свои, если опять-таки видим, что идут какие-то массовые нарушения прав человека, или очень увеличилось число обращения, и вообще по какой-то специфическому вопросу определенному, и, безусловно, обобщенный материал по данным, с выявленными какими-то... То есть вы готовите всякие документы? Конечно, мы готовим и тоже направляем для информации высшему руководству нашей республики для того, чтобы принять каких-то определенных мер, дать определенные получения по конкретному случае. Ну вот, если говорить, например, я еще являюсь главным модератором системы народный контроль. Вот такая у нас государственная информационная система, она работает с 2012 года, и где-то в 2013 году мне предложили возглавить, не возглавить, а стать модератором. Там порядка 60 категорий, и многие из них касаются прав человека. Ну, такая категория, например, образование, здравоохранение, поликлиники, больницы, и дорожное хозяйство, обустройство дворов, жилищно-коммунальное хозяйство. То есть это все вопросы, которые практически связаны с каждодневной жизнью наших граждан, и касаются большинства населения. Так вот, сегодня я должна сказать, что по итогам 74 тысячи обращений. Ух ты! Это в течение 11 месяцев? Да. Да, да, да. Ой, да. И при этом очень многие вопросы разрешаются, 74 процента. И ведь там... Как это вам удается? Интересно. Вы знаете, очень серьезные программы работают на территории нашей республики. Сегодня более 40 социальных проектов, которые как раз направлены на улучшение качества жизни. Строительство дорог. 11 тысяч обращений были выполнены на текущем году. 11 тысяч. Я вот хотел вас спросить. Допустим, сейчас вот просто обострилась проблема, связанная с строительством мусоросжигательного завода. К вам никто не обращался по этому поводу? Мы в прошлом году даже проводили... Год или два года назад, по-моему, когда вот эта самая горячая пора была, проводили встречу у нас в аппарате с представителями, с экологами, со специалистами и активистами этого, тех граждан, которые сегодня стоят против переработки. когда только начиналось. Сегодня к нам нет таких обращений. Ну, я просто хочу вам сказать, что я сам недавно узнал, буквально пару дней тому назад, оказывается, у нас в Осиново городок построили. Ну, не построили, как бы, палаточный городок с протестом. Видимо, волей-неволей вам придется в этом деле поучаствовать. Ну, наверное. Потому что люди рассматривают это как нарушение своих конституционных прав на экологию. Да, возможно. Возможно. Хотя, я еще раз говорю, что мы здесь в принципе встречались, обговаривали, и тогда как раз и поручения определенные были даны. Ну, понятно, да? Да. Слухарист, вот я хотел спросить о расселении из аварийного жилья. Много жалоб? Один период был где-то, ну, когда эта программа была, безусловно, мы вот ездили в Чистополе, встречались с гражданами. В Зеленодульске я была тоже и ездила по этим домам, причем с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Мы встречались. Приезжали из Москвы? Да, я сама ездила на задание Совета, еще возглавлял Федотов его. Мы встречались. Но, как таковых, вот в конечном итоге к выводу пришли, что нарушений там нет, законодательства. Но само законодательство, видимо, не совсем. А там надо вносить, конечно, изменения. Сейчас что-то пытаются. Сейчас пытаются. Я знаю, что вот новые подходы к решению данного вопроса. Буквально вот сегодня я была одной из обращений Зеленодульска во время применения. Мы тоже, в общем-то, практически решили вопрос этой женщины. Поэтому вопросы бывают, как и все же личные в Адольщике, вот обманды. И вот у нас очень был такой конфликтный последний дом в Пестричинском районе. И отрадно, что буквально недавно этот дом сдали, дом заселен. И поэтому разработана дорожная карта, и мы следим тоже очень внимательно за тем, как реализуется эта дорожная карта на связи с нашим Министерством строительства и дорожного хозяйства. То есть работа идет. И сказать, что даже вот по тому же Зеленодульскому мы неоднократно практически еженедельно встречались, возглавлял председателем такой рабочей группы у нас Нигматолин, Рустам Камилович, первый заместитель премьер-министра. Прямо по каждой фамилии отрабатывали предложение, каким образом оказаться действие и помощь семье, особенно там, где у нас были инвалиды, там, где были семьи в трудной жизненной ситуации и так далее. Поэтому это вопросы индивидуально рассматривали по каждой фамилии. Я хочу вас, во-первых, поблагодарить еще раз, потому что понимаю степень вашей занятости и вот то, что вы мне сегодня рассказали по количеству жалоб, конечно, просто фантастика какая-то. И от всей души пожелать вам просто всяческих успехов. Вы занимаетесь хорошим, благородным делом. Спасибо вам. Спасибо большое. Это все на сегодня. Удачи нам всем и до следующей субботы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова